Всем привет! Меня зовут Дина, я из группы 23MR, и сегодня я бы хотела с вами поговорить про артикли, а именно про артикли A и N. Когда и что использовать, для чего они и вообще, что они обозначают. Давайте разберёмся вообще, что такое артикль и почему в русском языке их нет. Артикль несёт свою функцию в английском языке. Благодаря артиклям мы понимаем, какое отношение говорящего к существительному. Что-то вроде «тебе нужен определённый стул?» или «любой стул?». В русском языке мы используем дополнительные слова, чтобы уточнить, какой стул мы имеем в виду. Но в английском достаточно всего лишь артикля. В английском языке существует всего два вида артиклей – определённые и неопределённые. И сегодня мы поговорим о неопределённых артиклях. Когда вы используете артикли A и N, вы не имеете в виду конкретную вещь. То есть вам абсолютно всё равно, какую вещь вам дадут. Например, «Мне нужна ручка». «Мне нужна абсолютно любая ручка». Также A и N подразумевают собой один, то есть «мне нужна одна любая ручка». Рассмотрим другой пример. I met a girl. And I met one girl. По идее, одно и то же. Или живот. I have a friend. Или I have one friend. У меня есть друг. Или У меня есть один друг. Но что же тогда значит N? N – это то же самое, что и E. Просто N используют перед гласными. Ну а E используют перед согласными, чтобы удобнее было говорить. Честно говоря, N придумали просто для красоты. Потому что американцам было сложно говорить Apple или Orange. Вот они и придумали N, чтобы говорить An Apple или же An Orange. И вот вам ещё одно правило. Если A и N переводятся как один, то в множественном числе мы его не можем использовать. И как вы, наверное, уже поняли, в множественном числе нам не нужны артикли. Give me six chairs. Дай мне шесть стульев. На этом, в принципе, всё. Всем пока и удачи!